Вчера ходил смотреть на вот этот вот автохлам. Ну, в принципе, движок-то живой. И еще один плюс. Машина и на газу, и на бензине работает. Движок живой. 173, по-моему, тысячи всего прошел. И, ну, естественно, смотали. Но смотали, видать, до последнего хозяина, пятого. Смотали в районе 20 тысяч километров. Да, у нее пять владельцев. И дубликат ПТС. Внешне, конечно, она убитая. Убитая относительно. Из тех машин, которые я смотрел, это более-менее живой кузов. То есть, если рассматривать что-то 2004 года, там будет полнейший шлак. И, ну, вот. вот именно здесь будем сдавать тестирование в общем по поводу что касается по поводу сдачи экзамена произошла большая тупость моей стороны потому что когда сдаешь вернее отвечаешь на какой-то вопрос нужно нажимать ответ а я нажимал перейти к следующему ну и соответственно уже где-то на втором круге я понял что вопросы начали повторяться время уходить но соответственно инструктор гибдд который там присутствовал сказал что нужно нажимать ответ причем сказал не одному мне а практически всем в общем больше половины ну скажем так человек 11 это 12 из группы 20 человек не прошли этот экзамен кто-то по ошибке кто-то допустил там больше двух ошибок кто-то допустил больше по времени в основном вылетали я в частности начал быстро отвечать на вопросы ну и соответственно запорол экзамен поэтому скорее всего на следующей неделе либо через две недели пойду пересдавать соответственно нужно будет позвонить в автошколу узнать на какое число мне лучше записаться и когда можно и только после этого идти сдавать но по поводу автохлама авито и всего остального там тоже очень интересно машины якобы с одним владельцем в основном идут на дубликате pts и там по 56 а то и более владельцев той марки который мне интересует это ford fusion в общем как то так пока я принял решение в том что нужно все-таки закончить учебу получить права но уже соответственно потом заняться вплотную подборку автомобиля и это обусловлено тем что для постановки гибдд все-таки лучше поехать самому туда вот лучше самому разобраться во всей этой теме вопрос конечно интересный щекотливый многие скажут что лучше переплатить денег автоинспектору какому-нибудь там или автоподборщику который проверит документы который сможет проверить чистоту автомобиля было ли она в дтп залоги в розыске состоит она или нет но это все можно в принципе проверить и самому вот так что приключения продолжаются